Итак, у нас все готово. Мы начинаем турнир. Супервайзер Сергей Хурсанов. Итак, открывает вечер бокса четырехраундовый поединок в суперлегком весе до 63,5 килограмма. Встречайте бойца из города Уфа. Рустем Фадхулен. Что ж, Рустем Фадхулен на ваших экранах. Боец достаточно, наверное, уникальный. Девять победных поединков есть у него на счету при 78 поражениях. Дебютировал он достаточно, в принципе, давно. Наверное, его уникальность в том, что в какое-то время, получив уже восемь поражений подряд, то просто взял, переехал в Великобританию и там сражался на за два года, набив 69 поединков. Причем проиграл из них 68. Встречайте соперника из Екатеринбурга. Шохрух Джияна. А вот и соперник Рустема Фадхулена. Местный боец. Относительно недавно этот парень переехал в Екатеринбург, чтобы покорять бойцовскую сцену. Он очень хорошо готовится к своим боям и уже ярко проявил себя на турнире Топ-Док Проспект. Видели мы его в формате кулачных боев в ММА-перчатках. Там он очень быстро и зрелищно нокаутировал своего соперника. Посмотрим, как он проявил себя в профи-боксе на большой арене. Пока что рекорд у него отрицательный. Одно поражение и одна ничья на профессиональном ринге. Итак, представляю вам участников поединка. Первым бойца из города Уфа. Ему 31 год. Рост 169 сантиметров. Вес 64 килограмма 400 граммов. Провел на профессиональном ринге 87 поединков. Рустем Фадхулен. Его соперник из Екатеринбурга. Ему 22 года. Рост 175 сантиметров. Вес 64 килограмма 200 граммов. Профрекорд два боя. Одно поражение, одна ничья. Шахрух Джияна. Рефери-боя Дмитрий Болдырев. Господа боксеры, слушаем команды внимательно. Соблюдаем правила. По затылку не бьем ниже пояса. Не бьем. Пожали руки. Ого. Готовы? Готовы? Первый раунд у нас начинается. Как мы уже говорили, Рустам Фадхулен, колоссально опытный спортсмен за период с 2021 по 2023 год провел кучу, действительно кучу боев. По-моему, 69 поединков. Правда, к сожалению для себя победил лишь в одном. Он в остальных уступил, но всегда судейскими решениями. Ну да, Рустам Фадхулен это у нас классический пример вот этого британского Джорни Мэна. Такого путешествующего мужчины, если это буквально переводить. Это спортсмен, который предоставляет оппозицию молодым перспективным боксерам. Зачастую, кстати, дебютантам. Изучал я его поединки в Великобритании. Большое количество ребят с нолем в кофе в поединке. В этом плане Джиянов немножко необычен, да, ему как соперник? Ну нет, были на самом деле у Фадхулина и 5-0, и 6-0 ребят там и даже с 15 поединками. Я к тому, что у Джиянова сейчас отрицательный рекорд. Да, это правда. Одна ничья и одно поражение. Ну я так понимаю, шахруха у нас собираются активно продвигать. Он очень хорошего тренера сейчас занимается, он очень хорошо зарекомендовал себя в кулачке, на маленьком топ-доге, как это принято говорить. Ну ему такая серьезная проверка сегодня, вот дается, одержав победу, а особенно уверенную и яркую победу, вот таким опытным соперником, конечно, это может о многом говорить. Достаточно сильный удар у шахруха, но это было в маленьких перчатках. Посмотрим, как он сегодня себя покажет. Четыре раунда по три минуты формула этого поединка. Кто мне толкать? Пытается Джиянов не тратить время зря, подбегает сразу поближе к сопернику. С корпуса на голову поднимает хорошо шахруха. Опять Кокотов туда между рук пытается проразнить. Но Фатхуин, так, начал включать немножко сполера, защищается в глухую, максимально старается. Работает в своем стиле, в своем амплуа, отстреливается, плотно держит оборону. Поглядывая на его профессиональный рекорд, то есть в некоторые месяцы у него было по пять боев. 78 поражений, всего два досрочных. И то это было в начале его карьеры. То есть уже сражаясь, скажем так, за границей, он уже не проиграл ни разу досрочно. Хотя там достаточно серьезные ребята в Британии с ним дрались. Да. Всегда это были молодые, небитые проспекты. Такое возвращение Фатхулина на родину. Вообще парень из Уфы, если не память не изменяет. Не дади, выше голову. Ну что, друзья, я говорил, что у него жесткие панчи. И показывает сейчас, да, что и в больших мерчатках, в боксерских может также нанести такой тяжелый удар. И все, дорогие друзья, под самый занавес раунда. Оформляет Шакрул-Джи Янов нокдаун и идет отдыхать. Нормально? Да, все нормально. Сэрстан, ты когда на дистанции находишься, наоборот, тебе больше нужно, наоборот, сокращение. Ближе, надо сказать, ближе. Отзащищался, ответил сразу и вышел, понял? Так, стрелка тут же развития. Давай, пострей. Паузы не должно быть. Ну и не заряжайся, не пытайся ударить. Все такое быстро. Самок идет, понял? Давай. Но паузы нужно. Шакрул-Джи Янов! Шакрул-Джи Янов! Бокс! Продолжается поединок Шакрул-Джи Янов против Рустема Фадхулина. Это, друзья, профессиональный бокс. Мы с вами в Екатеринбурге на арене Академии на Бород-ТРМ. Да, Дьянова подсказывали в углу. Поплощи ударов. Не зацикливайся, только на апперкотах. Добавляй боковые. Фадхулин там в ответку попадает. Но куда-то показал по своему сопернику. Хорошо апперкотом, кстати, донес все-таки Джи Янов. Достаточно много ударов стал насыпать Шакрул. Слава опять туда в область виска практически пробивает. Правый, левый, правый. Вот это левая у него сильная рука у Джи Янова. Несмотря на то, что он очень часто в правше работает, левая рука у него очень тяжелая. Он это еще на топ-доге показал. Ну и сегодня тоже ей активно работает. Через корпус переводит на голову. Не держать. Стоп. Брэк, команда. Поддавливает Джи Янов. Пытается найти свой момент для удара. Сейчас со скачком пробил. Достаточно зрелищно, размашисто работает Джи Янов. Но соперник позволяет. Да, Фадхулин мало выбрасывает ударов. Больше, конечно, основной обмену посвящает защите. Уклоном плотно держит перчатки у головы. Двойка и боковой туда, сбоку залетает. Чувствуется, да, что вкладывается в свой удар Джи Янов. Джи Янов старается каждым ударом садить мощно, да. Но очень плотно перекрыт здесь Фадхулин. И добраться до него будет проблемой. Только один раз пока удалось Джи Янову по-настоящему потряси соперника. Там сразу нокдаун образовался. Но так, на самом деле, очень много в блок бьет Шахрух. Ну, ты заметишь, практически не отвечает Фадхулин. Вот сейчас две серии подряд выбросил Джи Янов. И ни одного ответного удара в ответ не последовало. Да. Фадхулин все принимает. Большинство на блок где-то старается смягчить уклоном защиты. И так вот работает корпусом. Но при этом как бы удары не выбрасывает. Ну, опять же, колоссальный опыт. Человек понимает, что он оказался в нокдауне. Он, возможно, берет такую паузу отходить целый раунд. Ну да, в режиме выживания провести один раунд. Потом, возможно, зарубиться, подраться с следующим. Но тут, конечно, Джи Янов может и не дать отдохнуть. А вот смотри, Фадхулин старается обострить консуровки. Пока не на максимуме, но улучшил момент. Показывает, что, в принципе, он-то не сломлен духовно, конечно. Ну и такой боец, который за такое количество профессиональных поединков провел, несмотря на то, что проигрался, это гигантский опыт. Десять секунд. Да, каких только соперников он уже не видал в своей карьере. Концовка второго раунда. Гонят молодого бойца вперед. Ждем третий раунд. Ждем третий раунд. Ты заряжаешься. Ты не пытайся, ты кидай, ты кидай, ты кидай лёгкий. Раз, два, три. Раз, два, третий акцент. Раз, два, три. Ты не скрепился для таких-то подходов. Раз, два, три. Залетают у тебя. Пробую его донести, понял? Ага. Пойдя, дядюка. Пойдя, пойдя, пойдя. Пойдя. Шахрук сильный, чемпион! Третий раунд. Хорошо попадает, кстати, Джиянов в дебюте раунда. Да. Амфаткулин постарался, а постретил... Ух ты! Навстречу, да. Встретил Джиянов. И наказывает достаточно мощно тут пока что Шахрук в дебюте раунда. По руку не бей. Вот сейчас бей, вот сейчас бей, на него в троту. Вот и в печь. Я его туда закину. Артем Кучин, тренер и наставник Джиянова, подсказывает ему, что паузу не давал. Но мы слышим это из угла. Человек, который работает с большим количеством профессиональных боксеров. Каким бокалом языка так. Цахрук Сатхунин неплотно попал, но черканул. Стоп! Стоп! Команда, бей. Боб! Продолжает поддавливать Джиянов. В общем-то здесь не стоит сомневаться в том, кто работает первым номером в поединке. Здесь роли абсолютно очевидны. Да, основная цель Фаткулина не пропустить чего-то лишнего и остаться, как говорится, на своих ногах. Такой достаточно типичный путь профессионального боксера у Шахру Каджиянов. В начале карьеры очень многие, и как я тут недавно в диалоге с Василием Боцеховским выяснил, и Дмитрий Бивол, и Артур Бетербеев начинали с примерно вот таких соперников. И со временем наращивали свой уровень. Ух ты! Попал Фаткулин, смотри, и полетел обострять. Вот это тот колоссальный бойца, который есть у этого бойца. Опять левый боковой. Вот, кстати, тот левый боковой, о котором говорили Фаткулин в углу. Закидушечка с разбегу, да, такая? Немножко ему масло больше удар, чем боксерский. Но, тем не менее, он пару раз прошел у Фаткулина и прошел уверенно. Второй раз подряд Джиянов старался встретить через руку правым. Фаткулин понял, что, как бы, момент до конца исчерпан, и опять ушел с глухой защиты сюда. Будет ждать, возможно, там эпизоды, когда соперник где-то немножко расслабится, где-то потеряет бдительность для того, чтобы попытаться вновь ударить мощно точно или попасть. Вот это хорошо! Прям хорошо! Плотный удар, парни, плотный. Тяжело, как тяжело поднялся Фаткулин. И опять под концовочку раунда, да, хватит ли... А, нет, а, сдал только! Отличная заявка от Джиянова, да. Просто обратите внимание, как идет Рустем Бугл. И вопросов никаких Дмитрию Болгареву у нас нет. Дмитрию Болгареву, чемпион! Болгареву, стройка! Руф! Руф! Класс! Руф! 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 Дамы и господа, рефери остановил поединок на второй минуте 45 секунды третьего раунда. Победу техническим нокаутом одержал Шохрух Джиана. Шохрух, чемпион! Субтитры создавал DimaTorzok